Граммофоны, патефоны, транзисторы, приемники, пластинки и бобины. Чего здесь только нет. Вся история звукозаписывающих устройств представлена в небольшом, но уникальном клубе Музея Звука. С вами здесь изъясняется грудным тембром русский и румынский эстрадный певец Петр Лещенко. Здесь играет зажигательная мамба Италияна. Граммофон Виктрола удивляет своим хитрым устройством. Коль мы находимся в Музее Звука, то именно в этом музее, и с помощью этих приборов всяких сохраняется эпоха. И музыка каждой эпохи, и то, что вы спрашиваете, голос каждой эпохи. Что для меня, в первую очередь, то, что связано, конечно, с прошлым, то, что удалось сохранить на пластинках старых, на старых лентах. Это музыка моего города, это музыка моих родителей. Так называемый патефон, придуман где-то в начале 20 века, выпускался до середины 50-х годов. Какие звукозаписи сохранились? Это танго, фокстроты, джайв. То, что здесь у нас на пластинках записи, и наши отечественные. В рамках праздничной программы выступили одесские музыканты из группы «Мамины дети», джазман Юрий Кузнецов и другие представители творческой богемы. Многое бессмыслица сегодняшнего времени в музыке, в песнях, в частности, и в искусстве, много проходного, многовременного, мимолетного. И именно вот эта аппаратура зафиксировала вечное. Это голоса Шаляпина, Карузо, Рахманинова, Игра Рахманинова, и многих-многих других величайших людей, Вертинского. И, конечно, это разная музыка, но до нас дошло вечное. Голос чарующий и завораживающий. Поистине ему подвластно все. Атмосфера, мне кажется, волшебства некого. Потому что то, что мы видим здесь, те экспонаты, которые удалось собрать за несколько лет, кропотливого труда, есть и уникальные граммофоны, есть уникальный извлекатель звука, извините за такую банальность, есть уникальные микрофоны, в которые говорили какие-то влиятельные, важные люди, которые в истории сыграли свою роль. И все это видеть, и может даже потрогать или ощутить близость к этому всему, это есть нечто магическое, волшебное. А сейчас мы слышим голос начала 50-х. С нами говорит народная венгерская песня, оркестр студии Заболоцкого.